В Сочи сохраняется штормовое предупреждение под запретом экскурсии в ущелья и каньоны. Курорт снова задыхается от брошенных машин. Возобновилась и борьба с бродячими животными. Путь решения обсудили на общегородской планерке. Свалку мусора на ЗСМ должны убрать в течение 10 дней, иначе хозяевам помогут судебные приставы. Юным сочинцам рассказали, как безопасно провести лето и показали, как в случае ЧАЭС их будут спасать. В Сочи сохраняется штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, в ночь с 8 на 9 июня ожидаются сильные дожди с грозами, местами ливни. В администрации города состояло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Заседание КЧС провел глава города Анатолий Пахомов. Мэр напомнил всем службам города о чрезвычайной ситуации, которая произошла в минувшие выходные дни в Лазаревском районе Сочи. В результате выпавшей двухмесячной нормы осадков. Сошло 6 селей. Был подтоплен ряд сел. Сейчас здесь ведутся восстановительные работы. К сожалению, гидромет пока не радует своими прогнозами. Теперь локальные интенсивные дожди ожидаются в районе от центра Сочи до Адлера. Анатолий Пахомов потребовал провести проверку готовности ливневых канализаций, выставить дополнительные посты на реках, коммунальщикам быть готовыми к уборке аварийных деревьев, в период неустойчивой погоды обеспечить круглосуточное оперативное дежурство, в первую очередь сотрудников муниципальной службы спасения, МЧС и патрульно-постовой службы. Всех жителей и гостей курорта просят быть внимательными к изменениям погоды при звуках сирены, не игнорировать предупреждения спасателей. Оповестить всех, что спим бдительно. С другой стороны, пожарные у нас присутствуют, МЧС присутствует. Пожарные в любой момент, мониторинг будет установлен, чтобы людей разбудить, быстро должны подъехать и сиреной определить тревогу. Не все на тревогу выходят, многие не понимают этого. Также власти курорта просят горожан и гостей Сочи воздержаться во время ливня от поезда к наличным транспорте. Категорически запрещен вывоз экскурсионных групп в ущелья и узкие каньоны горной зоны. Возможно, стоит перенести на другие дни и отдых возле водоемов. В Сочи министры и руководители чрезвычайных служб государств, участников организации Черноморского экономического сотрудничества обсудили перспективы совместной работы. Встреча проходила на курорте в течение трех дней. В совещаниях приняли участие делегации с девяти стран. Там побывала Ольга Десятого. Сочи уже не в первый раз принимает министров и руководителей чрезвычайных служб государств, участников организации Черноморского экономического сотрудничества. Цель трехдневного визита – обмен опытом в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, прогнозирование сейсмических рисков, природных пожаров и наводнений. Обсудить актуальные для Черноморского региона вопросы собрались делегаты из девяти стран – Армении, Азербайджана, Болгарии, Греции, Молдовы, Румынии, Сербии, Турции и России. Под председательством нашей страны проходит нынешнее заседание. Именно координация и взаимодействие всех стран ЧЕС дает перспективы дальнейшей работы по минимизации ущерба и создание комфортных, безопасных условий проживания людей в этом регионе и реализации всех экономических, социальных, культурных и иных проектов. Как предотвратить и минимизировать последствия пожаров, землетрясений и наводнений, обсуждали министры. Отдельно вопрос защиты от паводковых вод. Тема, кстати, весьма актуальная и для Сочи. Количество наводнений по всему миру увеличилось в три раза, приводят цифры ученые. А экономические потери от этого бедствия выросли в девять раз. Проблема требует конкретных решений, отметили на совещании. Это очень важная встреча, ведь на территории стран-участников Черноморского экономического сотрудничества проживает много людей. Результаты нашей встречи, я думаю, последуют незамедлительно. Это важно для жителей всех стран-участников совещания в Сочи. По итогам совещания страны-участники ЧС приняли совместное заявление о подтверждении намерений развивать сотрудничество. И сегодня же министр МЧС России и генеральный секретарь стран-организации Черноморского экономического сотрудничества провели двухстороннюю встречу, в ходе которой обсудили перспективы взаимодействия. Не обошлось и без подарков. От министра Владимира Пучкова генсек Михаэль Христидис получил фирменные часы спасателя МЧС России. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. О ликвидации последствий ливневых дождей говорили сегодня на общегородском совещании. Мэр Сочи поблагодарил всех, кто принимает участие в этой работе и отметил, что люди, проживающие в подтопленных селах, остались довольны тем, как власть отреагировала на их беду. Шла речь и о брошенных автомобилях, которые вновь стали заполнять улицы и дворы жилых микрорайонов. Курорт снова задыхается от брошенного автотранспорта. Только в Центральном районе выявлено 67 машин, которые считаются бесхозными и занимают придомовые территории. Все они имеют своих владельцев, которые не торопятся расставаться со своим ржавеющим транспортом. Мэр поручил городскому департаменту транспорта и связи совместно с главами районов быстро и эффективно решить проблему. На следующей неделе вы доложите мне о том, что есть площадки, вы доложите, сколько транспорта туда перевезено. И если, по-вашему, кто-то из глав районов проявит безучастность, тоже его назовете. Я тоже его накажу. Процедура борьбы с бесхозными машинами проста. При обнаружении такого автомобиля на его лобовом стекле размещают обращение к владельцу с требованием отремонтировать машину или утилизировать ее. Одновременно полиция ведет поиск самого автолюбителя. Если его установить не удается, автомобиль через суд признают бесхозным и передают муниципалитету для использования или уничтожения. 48 собственников уже получили уведомление с требованием разобраться со своим автоимуществом по закону. По большому счету администрация не должна убирать транспорт. Но у нас некому другому убирать. ГАИ вообще удивится, что это их задача. Борьба с бродячими животными тоже получила новый виток. Главный ветеринар курорта отметил, в селах сейчас усилена работа по профилактике вирусного надулярного дерматита, который пришел со стороны Ирана, Сирии и Турции. Бродячих коров и лошадей, других животных на улицах города не должно быть вовсе. А пасущийся скот должен быть под присмотром владельцев. Иначе его будут забирать с улиц спецтранспортом. Хочу напомнить, что с апреля в Адгарском районе по улице энергетиков 2 работает убойный пункт. Там же находится площадка для временного задержания бродячих животных. Впервые появился специализированный транспорт с требованием. Полиции курорта также было дано поручение усилить уровень безопасности во время проведения кинофестиваля «Кинотавр», где в кинозале под открытым небом собирается большое количество горожан и гостей. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В рамках операции «Курорт-2016» полицейские совместно с сотрудниками администрации проводят рейды в спальных районах Сочи. Под пристальным вниманием чердаки и подвалы – места, куда могут проникнуть злоумышленники. Все нормально? Все нормально. Ничего не беспокоит? Нет, вроде все тихо. Журцы ведут спокойно? Идут спокойно. Подозрительных лиц нет? Вроде пока тишина. Если будут, какая-то информация сразу же звоните. Обязательно. Такие обходы подъезда в жилых домах теперь дело обычное. Полицейские вместе с сотрудниками администрации встречаются с домкомами и проверяют, есть ли доступ на чердаки и в подвалы. Домком дома на Гагарина 39. Нана Кагасян с гордостью называет свой дом образцовым. Но помнят и случаи, когда на чердаке жили бомжи. Сейчас непрошенным гостям вход туда закрыт. Все зависит от жильцов, чтобы туда никто не лезть. Бомжи не ночевали, наркоманы там не собирались, свои вот эти закладки не делали. Вот поэтому мы работаем тесно с участковыми. Они вот постоянно тоже проверяются. По правилам безопасности, кстати, в первую очередь именно для жильцов, чердаки и подвалы в каждом доме должны быть закрыты и опечатаны. Один ключ хранится у домкома, а другой у представителя управляющей компании. Мы хотим еще раз напомнить представителям ТСЖ, домкома, о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности. Прежде всего, необходимо обеспечить закрытые помещения в подвальные зоны и на чердаки. Жителям и гостям нашего прекрасного города помните о безопасности. И необходимо сразу сообщать полицию о подозрительных лицах, а также о подозрительных предметах по телефону 02. По поручению главы города, такие рейды проводятся еженедельно в течение всего года и во всех районах Сочи. Но главное, говорят проверяющие, не количество рейдов, а забота самих жильцов о своей же безопасности. Несанкционированных свалок в Сочи становится меньше. Глава города требует от контролирующих служб принимать самые жесткие меры реагирования по защите экологии. Но некоторых недобросовестных предпринимателей волнует прежде всего свой доход. Так, в центральном районе Сочи появилась свалка за высоким забором. Обнаружить ее помогли местные жители. Обо всем по порядку в нашем следующем сюжете. С января по март месяц на территории Сочи выявлены 223 очаговые свалки. Сегодня их осталось 17. При этом 7 на частных землях. Одна из них появилась на территории ЗСМ. На самом деле, Сочинский завод строительных материалов – одно из старейших предприятий города. Построен еще в 1957 году, специально для возведения здравниц курорта. А впоследствии и новых микрорайонов. Нарекания к ЗСМ у горожан были всегда, поскольку керамзитовый гравий, блоки и железобетонные изделия всегда были источником пыли. Но вот уже полгода, как завод переквалифицировался в полигон ТБО. Так же тоже нельзя. Мы тоже имеем право на чистую атмосферу. Что же это такое? То керамзит выпускали, сейчас додумались до свалки. То, что на так называемую частную территорию ЗСМ, расположенного в сотни метров от жилых домов, теперь привозят мусор, сомнения нет, утверждают сочинцы. Многотонные грузовики и КАМАЗы со строительными отходами и бытовым мусором. Сюда тянутся при свидетелях. Якобы спрятанный от посторонних глаз мусор виден невооруженным глазом. Я живу здесь буквально метров 300. Переулок Бораташвили 14. На улице дышать нечем. Окна открыты, форточки открыты. Этот весь запах находится, естественно, в доме. Решение этого вопроса находится в компетенции Роспотребнадзора. Росприроднадзор уже дважды накладывал штрафные санкции на хозяина территории. Каждый раз по 30 тысяч. Однако это не возымело должных результатов. Сегодня к ответу виновных присвал совместитель главы города Юрий Поломарчук. Складированием твердых коммунальных отходов на ЗСМ занимались арендаторы завода. Ими оказались местные жители. Власти города обратились в прокуратуру, которая, в свою очередь, передала дело в суд. Суд Центрального района рассмотрел иск прокуратуры и принял решение удовлетворить его в полном объеме. То есть, обязав владельца земельного участка арендатора убрать весь мусор и твердых коммунальные отходы и привести весь земельный участок в первоначальное состояние. Такое решение суда состоялось. И уже 9 июня вступит в законную силу. Арендаторам порекомендовали не дожидаться приезда судебных приставов. Мы обещаем, что все переведем в порядок и все будет чисто и красиво. Сколько? А через какой промежуток времени? Сколько вам нужно? Ну, 10 дней, если дадите. Хорошо. Мы вам даем 10 дней и ожидаем от вас результаты. Оставшийся мусор предприниматели увезут на полигон в город Абинск. Завод же вернется к своей основной деятельности – производству строительных материалов. Ну, а чтобы восстановить нарушенную экологию в районе, арендаторы обязуются установить противопыльные фильтры. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Печальная новость. Ушел из жизни руководитель Сочинской вещательной корпорации «Лидер связи» Георгий Шпак. Талантливый и профессиональный руководитель Георгий Николаевич внес большой вклад в развитие сочинских теле- и радиокомпаний. Его медиакорпорация «Лидер связи» обеспечивает вещание на курорте программы «ТВ-центр», станции «Русское радио» и «Радио Шансон». Георгий Шпак был постоянным участником мероприятий, посвященным воинам-интернационалистам. Сам выполнял боевой долг в Сомали. Там в 1991 году восстанавливал радиовещание после военного переворота. Шпак – трехкратный чемпион мира в составе сборной СССР по радиосвязи на коротких волнах. Был награжден многочисленными грамотами и почетными знаками за активное участие в международных мероприятиях. Прощание с Георгием Николаевичем Шпаком состоится 9 июня в 12 часов в Сочинском мавзолее. Продолжим. Бюджет города недосчитался полутора миллиарда рублей в виде налогов. Такую цифру озвучил глава города Анатолий Пахомов на совещании по неформальной занятости населения. Откуда берутся такие потери в казне, узнала Елена Овсецина. В Сочи объявлена война с серым зарплатом. Для того, чтобы понять масштабы неформальной занятости, был проведен мониторинг. И выяснилось, что среди тех предприятий, где была проведена проверка, только 30% работают официально, остальные 70% получают зарплату в конвертах. В целом в городе трудовые ресурсы составляют 327 тысяч человек. Из них 251 тысяча трудоустроенные легально, 1 тысяча человек безработных, остальные 75 тысяч сочинцев невидимы для экономики курорта. Все уговоры, обращения к совести ни к чему не приводят. Они еще и бессовестно на себя поступают, потому что, в принципе, если есть кризис, то есть там в других городах. В городе Сочи все произошло наоборот. Потому что, во-первых, мы стали работать круглый год. А раз курорт работает круглогодично, то и налогов должно поступать значительно больше. Недополучают в итоге средства как городской бюджет, так и краевой. Как отметил глава города, неформальная занятость присутствует во всех секторах экономики курорта. В первую очередь в строительной отрасли, транспортной сфере, торговле, санаторно-курортном комплексе и на предприятиях по оказанию бытовых услуг. Поплачивая серые зарплаты, работодатели тем самым не заботятся о пенсионном будущем и социальных гарантиях людей. А сами работники зачастую молчат о нарушениях, боясь потерять хоть и такую, но все же занятость. Глава Сочи отметил, необходимо выработать такой механизм контроля, при котором брать на работу нелегальщиков было невыгодно. Теперь я предлагаю этот механизм создать. Это прежде всего создать МВК, это создать рабочие группы. Рабочие группы, которые пойдут по разным объектам, и при том их должно быть много. Глава города потребовал в кратчайшие сроки выявить безответственных работодателей, которые за каждого нелегальщика заплатят штраф в сумме 120 тысяч рублей. Гелена Всецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. К другим новостям. В четверг, 9 июня, воды не будет на нескольких сочинских улицах. С 8 до 18 часов будут проводиться работы по переключению переложенного участка водовода в районе дома номер 24 по улице Тепличной. На это время без водоснабжения останутся абоненты в селе Раздольное. В частности, улицы Тепличная, механизаторов Иваново-Поляно, Буково, Ветеринарное и Дубовое. Более 16 тысяч кубанских школьников сдавали сегодня ЕГЭ по обществознанию. В этом году это один из самых популярных предметов по выбору. Его сдают более половины выпускников. На выполнение заданий выпускникам отвели 3 часа 55 минут. Для подтверждения успешного освоения школьной программы по предмету необходимо набрать не менее 27 баллов. В этом году экзаменационные задания по обществознанию претерпели существенные изменения. Уменьшилось их количество. Вместо 36 их стало 29. А из первой части работы исключены задания с кратким ответом в виде одной цифры, соответствующей номеру правильного ответа. О результатах ЕГЭ школьники узнают не позднее 22 июня, сообщают в пресс-службе Краевого министерства образования. Внимание, дети! Профилактическая операция по таким названиям прошла в Сочи. Сотрудники госавтоинспекции в период летних каникул решили привлечь внимание водителей, да и самих юных пешеходов к проблеме детского травматизма на дорогах. В ходе рейда инспекторы ДПС проверяли соблюдение правил перевозки детей, а также разъясняли водителям, почему нельзя перевозить малышей без специального удерживающего устройства. Пешеходам напоминали о правильном переходе проезжей части. Маленьким участникам дорожного движения полицейские вручили световозвращающие значки и браслеты. На российско-авхазской границе за месяц выявлено 90 детей с неправильно оформленными документами. С наступлением летних каникул в Краевом пограничном управлении ФСБ России отмечают увеличение нарушений федерального закона. Отправляя детей за рубеж, родители или опекуны не беспокоятся заранее об оформлении необходимых документов. Так, на прошлой неделе зафиксирован случай, когда сотрудники контрольно-пропускного пункта Адлер-Автодорожный не пропустили через границу группу детей из Краснодарского края. Отдых в сопредельной республике у 12 разновозрастных детей не состоялся по причине отсутствия у сопровождающего их лица нотариально заверенного согласия от родителей. Всего же за минувший месяц выявлено свыше 90 таких юных граждан, в то время как с начала года их было зафиксировано чуть более 200. Напоминаем, что для выезда в Абхазию с родителями дети должны иметь паспорт или загранпаспорт, либо свидетельство о рождении. При выезде без родителей, помимо паспорта или свидетельства о рождении, их нотариально заверенное согласие на выезд. Если ребенок едет через границу с одним из родителей, согласие второго не требуется, если от него ранее не поступило заявление об отказе в выезде ребенка. Как обезопасить себя в период летних каникул? Это сегодня обсуждали в ходе профилактического мероприятия в Доме культуры «Юбилейный». С июня там начала работу приклубная площадка, где проводят досуг сотни детей в возрасте от 6 до 12 лет. Сегодня для ребят была организована лекция по безопасности, а также им прошло показательное выступление сотрудников Сочинской службы спасения. Расскажет Татьяна Говоркова. Обеспечить безопасность детей летом в первую очередь задача родителей. К профилактике по предупреждению несчастных случаев подключаются и специалисты. Вот уже больше пяти лет на курорте действует целевая программа «Лето-2016», направленная на реализацию культурной и спортивной досуговой деятельности школьников и подростков. С понедельника по субботу первую половину дня сотни ребят проводят здесь, на приклубной площадке Дома культуры «Юбилейный». Ежедневно сотрудники сферы культуры организуют для них тематические мероприятия. Мы для них готовим и познавательные программы, и игровые, и развлекательные, и рисуем на разные темы. У нас художники, культорганизаторы, режиссеры. То есть у каждого свой день. Вокалисты, танцоры выходят. То есть у каждого свой день они выходят и чем-то интересным детей занимают. Накануне прошел день спорта, а сегодня пора познавательных занятий. Тема лекции – профилактика безопасности жизнедеятельности. Как во время каникул не подвергать свою жизнь опасности и в какие службы нужно обращаться в случае ЧАЭС, ребятам рассказал сотрудник городской службы спасения. Подобные профилактические мероприятия проводятся на всех 48 досуговых площадках управления культуры. Данное мероприятие направлено прежде всего на сохранение жизни и здоровья наших детей, на развитие их физических, творческих, интеллектуальных способностей. И, конечно же, чтобы наши дети летом были заняты и привлекались к участию в работе детских досуговых площадок. Ознакомившись с теорией, ребята увидели и работу спасателей. Сотрудники городской службы спасения показали, как применяется аварийно-спасательная техника, рассказали детям о значимости своей профессии и необходимости соблюдения правил безопасности и не только во время летних каникул. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. И небольшая, но очень приятная новость. 10 июня – Всемирный день мороженого. В Сочи парке праздник отметят парадом снеговиков, интерактивным представлением с участием снежной королевы и раздачей 3500 порций пломбира «Золотой стандарт». Гости, которые в этот день придут в парк в костюмах снежинок, снеговиков, снегурочек и Дедов Морозов, получат 30% скидку на входной билет. Напомню, праздник мороженого пройдет в Сочи парке 10 июня. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Грант». На двух этажах торговой площади представлены товары для дома и ремонта, отделочные материалы, двери, мебель, текстиль, сантехника и керамика. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Всем самого доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущих «Бьюти Рум Далс» – студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством ее основателя Дарьи Далс. Продолжение следует...